Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 28 августа 2023 года, понедельник. Месяц август приближается к своему завершению. Местное время – 21 час 49 минут, Киевское и Московское – 22 часа 49 минут. Как видите, по моему наряду можно уже судить, что у нас похолодало. И действительно похолодало. Лету хана, конец. Осень. Скажем так, вот погода нынешняя, она соответствует, по сути дела, октябрю где-то. В середине, концу октября. А может быть, даже и ноябрю. Дождь, 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 15 градусов Цельсия снаружи, ну, так пишут, а там не знаю, и старкереген, то есть сильный дождь. Вот такая вещь. Мёрзну. Ну, а сегодня я продолжу чтение материалов из конспекта лекций по гонореи и расстройству половых функций у мужчин профессора Р. М. Фронштайна. Эти лекции были читаны профессором Фронштайном, врачам в 1921 и 1922 годах на курсах при Государственном венерологическом институте Народного комиссариата здравоохранения и диагностическом институте. Конспект составлен ассистентом отделения мужской гонореи Государственного венерологического института доктором М. А. Заиграевым и ординатором отделения доктором Г. Т. Таупкиным с предисловием самого лектора. Москва, 1922 год. То есть этим лекциями, изданием этих лекций уже 101 год. Вот так. Ну, поскольку сейчас мало пишут о гонореи, да, более того, поскольку сейчас всё-таки мы живём в век антибиотиков, автоосложнения гонореи, вот, или клинические проявления гонореи, о которых вы можете услышать, прослушав, скажем, чтения мои, посвящённые этой теме и из этих курсов лекций, да, мы уже и не увидим. Почему? Потому что антибиотики сглаживают картину, а такой острой клиники, которая существовала в те времена, нет и не может быть уже. Но, поскольку мы наблюдаем в последнее время резистентность к антибиотикам, то вполне вероятно, что этот конспект лекций получит свою актуализацию и будет востребован. Вот я и читаю, зачитываю. Итак, сегодня я хочу зачитать вам про гоноройный артрит и хроническую гонорею мочеиспускательного канала. Итак, начиная чтение. Гоноройный артрит по Богданову и Ордану поражение суставов наблюдается в 2-2,5% всех случаев гонореи. Гоноройные артриты и в большинстве случаев являются последствием поражения семенных пузырьков гоноройного сперматоцистита. Гоноройная инфекция генерализуется, по-видимому, лишь попавши в семенные пузырьки, и из них уже, благодаря анатомическим причинам, обилие венозных и лимфатических сосудов разносится по организму. Симптоматология и диагностика гоноройных артритов. В зависимости от индивидуальности случая больной может испытывать как сильные, так и сравнительно незначительные боли. Для гонореи типично постоянство этих болей, наблюдающиеся главным образом при прикосновении к пораженным суставам в пунктах прикрепления сухожильных влагалищ коцным выступом. Эти так называемые переартикулярные боли объясняются характерным для гонореи, поражением сирозных и слизистых оболочек. При обычных ревматических артритах такие боли почти отсутствуют. Переартикулярные боли – главный патогноманический признак гоноройных артритов. Что касается доревматических артритов, то они обычно поражают полость сустава, суставную сумку и, как правило, не затрагивают ни слизистых сумок, ни сухожильных влагалищ. Гоноройное поражение позвонков также характерно болезненностью пунктов прикрепления мышц к костистым отросткам. Что касается других отличий – гоноройных и ревматических артритов, то в прежнее время считали моноартикулярное поражение суставов с пятифичным для гонореи. В настоящее время господствует мнение диаметрально противоположное Богданов, Оверниё и другие считают одиночное поражение суставов исключением. В порядке частоты поражения идут коленный, локтевой и кистевые суставы. Туберкулёзное поражение суставов трудно принять за гоноройное, благодаря отсутствию при туберкулёзе упомянутого признака переартикулярных болей, постоянству болей в суставах при гонореи и сравнительно незначительной болезненности при туберкулёзе. В случаях сомнения в диагнозе вопрос должен решаться экс-ювантибус через проведенное лечение. Его результаты. Гонокок не склонен давать субпурацию. Если она не появляется, то её обычно можно приписать наличию вторичной инфекции. Пункция поражённого сустава, гонореи сустава, весьма редко даёт гной и, главное, масса этих воспалений – сухие артриты. При посевах содержимого полости суставов половине случаев не находят гонококов. Тем меньше находят их при непосредственном бактероскопическом исследовании содержимого воспалённой полости сустава. В тех случаях, где гонокок отсутствует, следует предположить наличие вызвавших болезненный процесс гонотоксинов, имеющих, по-видимому, наклонность локализоваться на серозных оболочках. Терапия гоноройных артритов. Терапия гоноройных артритов должна базироваться на вышеуказанном факте одновременного поражения семенных пузырьков и лечения артритов. Надо начинать с лечения уретры, предстательной железы и семенных пузырьков, так как, несмотря на клиническую изоляцию очага болезни, связь его с основным местным поражением несомнена. После операции резекции семенных пузырьков наблюдалось улучшение и даже излечение процесса суставов. Но травма при этой радикальной операции слишком велика, чтобы ее рекомендовать во всех случаях. Предлагаются также различные способы промывания семенных пузырьков через семенносящий проток, но они не получили еще распространения благодаря недостаточно разработанной технике. Во всяком случае, необходимо обратить самое серьезное внимание при лечении гоноройных артритов на семенные пузырьки и простату. Клинически острый артрит сопровождается прекращением выделений из уретры, что не должно, однако, вводить в заблуждение лечащего врача. В остром периоде артрита местное лечение гонореи противопоказано. По стиханию острых явлений следует предпринять энергичное лечение, но применение инструментов должно быть оставлено, отставлено, так как они, травмируя уретру, могут способствовать ухудшению суставного процесса. По отношению к суставам на первом плане должно стоять лечение теплом, вызывающее прилив крови к суставам и повышающее местную защитительную силу организма. Оно осуществляется применением смазывания йодом грязи горячей местных ванн в течение 25 минут с последующим обтиранием носуха и завертыванием пораженных суставов в вату. Ценное пособие оказывается синий свет, застойная гиперемия по биру и диатермия. Техника, техника застойной гиперемии состоит в перетягивании бинтом конечности центрального места поражения в течение 15-20 минут до появления цианатической окраски кожи, но не доводя до появления болезненности. Покой воспаленного сустава должен быть на первом плане и мобилизирующая повязка, однако противопоказана. Правда, боли при наложении таковой повязки точа же исчезает, однако в результате ее наложения, как правило, наблюдается анкилоз конечности, то есть гонококк, и его токсины вообще склонны вызывать резкий склероз. Это данные Савинского. В остром стадии артрита суставов должен быть по возможности покоя. Сустав должен быть по возможности покоя, постельное содержание, но в дальнейшем следует по возможности или, да, возможно, раньше начать сперва пассивные, а затем и активные движения, повышающие питание сустава и его активность в борьбе с инфекцией. То же самое следует сказать по отношению массажа сустава. А опасный в остром периоде болезни, ввиду возможности дальнейшей генерализации процесса, массаж показан в подостром и хроническом периоде. Метод серотерапии является теперь архаическим. Теоретически он может принести пользу при том условии, что сыворотка вводится в момент распада гонококов и циркуляции в крови, образовавшихся в этот момент гонотоксинов, которые сыворотка и нейтрализует. Этот момент уловить клинически невозможно. Почему применение сыворотки и оставлено? Вводилась она через 5 дней по 5 кубических сантиметров, и таких инъекций делала 6-8. Практическое ее применение осложнялось нередко заболеванием сывороточной болезнью. О лечении гоноройных артритов гонококовой вакциной смотри ниже в лекции о вакцинотерапии. Следующая глава под названием «Хроническая гонорея мочеиспускательного канала». Плохо леченый по вине больного или врача острый гоноройный уретрит теряет интенсивность воспалительных явлений, и болезнь переходит в хроническую стадию. Симптоматология жалобы больных в случаях хронического уретрита скудная в виде капли, отделяемой из уретры, и склеивание наружного отверстия ее, наблюдающиеся больными по утрам или после длительного перерыва мочеиспускания. Моча таких больных может быть прозрачной и содержать некоторое более или менее значительное количество нитей. В большинстве же случаев моча мутна. В зависимости от слизи, а также наличие солей мочи, ураты дают красноватую, а фосфаты – беловатую мочу. Патологическая анатомия Патологоанатомическая картина хронического гоноройного уретрита чрезвычайно разнообразна в зависимости от локализации инфекции. Перемежающееся наличие гонокока в моче вызывает мысль о наличии фолликулярного уретрита, литреита – процесса хронически протекающего, чрезвычайно упорного и требующего длительной терапии. Гонококковая инфекция, поражая железы литре, вызывает в них слущивание эпителия и лейкоцитоз. Продукты воспаления не имеют достаточного выхода наружу через узкое точечное отверстие железы, и в уретре образуется ряд очагов инфекции в виде ретенционных кист. Диагноз литреита ставится на основании наличия прощупываемых на бужье в толщи уретре округлой формы инфильтратов величины горошины. Отвергнув мысль, в наличии фолликулов топический диагноз хронической гонореи мочеиспускательного канала останавливается на предложении о наличии инфильтратов и парауреторальных ходов. Инфильтраты локализуются главным образом в передней части мочеиспускательного канала. В этих случаях эпителий поверхности слизистой переходит при длительном существовании гонореи в метаплазированный многослойный плоский эпителий, отчасти, керамид, отчасти кератинизированный, и в его толще обычно гнездятся гонококи. Воспалительная инфильтрация сдавливает просвет уретры и в процесс вовлекается не только слизистая, но и соединительная подслизистая ткань. Эти инфильтраты переходят нередко в полипозные, грануломатозные, разрастание слизистой и являются причиной появления крови при введении инструментов бужа-дилататора или расширителя. Их диагноз ставится путём исследования канала головчатым бужем, когда последний ощупывает ряд болезненных неровностей в просвете слизистой. Нередко инфильтраты бывают настолько значительны, что свободно прощупываются через наружные покровы. В задней уретре более частые грануломатозные расширения, инфильтрация там реже благодаря слабому развитию подслизистой. Также редко в задней уретре встречаются фолликулы вследствие искудного количества желёз. Что касается до пароуритральных ходов, диагностика их, если они открываются у наружного отверстия, мочи ввода, не представляет никаких затруднений. В других же случаях диагноз не может быть правильно поставлен без помощи уретроскопии. Последняя патологоанатомическая картина хронической гонореи – это атрофия слизистой склероз. Её диагноз возможен путём исключения остальных форм или уретроскопом, когда мы видим отдельные очаги воспаления, нерезко ограниченные при сухой, блестящей, слизистой. Диагноз – не все нити, плавающие в моче, являются симптомом хронической гонореи. Так, для гонореи не характерны нити, содержащие лишь слизь, эпитолиальные клетки и не содержащие лейкоцитов. Такие слизистые нити обычно долго плавают в верхних слоях мочи, благодаря своему низкому удельному весу. С другой стороны, и при отсутствии нитей нельзя быть уверенным в отсутствии хронической гонореи мочеиспускательного канала, то есть при вялом воспалительном процессе и частом мочеиспускании в зависимости от обильного питья скудное количество нитей может пройти незамеченным. Надо в этих случаях заставить больного поменьше пить и реже мочиться с целью получить концентрированную мочу. В отношении дифференциального диагноза хронической гонореи уретры с другими заболеваниями следует указать на первое химический травматический уретрит, происходящий от раздражения слизистой оболочки, солями мочи, моча высокого удельного веса, содержит слизь, лейкоциты в небольшом количестве и кристаллы солей. Второе. Уретра-рея-ф-лебедина могущая возникнуть или при отсутствии сношений в период усиленного полового влечения или при слишком частых сношениях в секрете отдельные сперматозоиды и небольшое число лейкоцитов. Во всех этих случаях ни гонококков и иных микроорганизмов в нитях обнаружить нельзя. Третье. Уретрит не гоноройный, не чаще всего развивающийся, на почве имеющегося сужения, когда моча застаивается, разлагается в уретре, нити состоят из лейкоцитов, слизи и значительного количества разнообразных микроорганизмов. Лечение. Залог успеха терапии хронической гонореи заключается в точном топическом диагнозе, поэтому необходимо в каждом случае производить методическое исследование уретры всех предаточных желез и их секретов. На основании данных только двухстаканной пробы никоим образом нельзя поставить топический диагноз хронической гонореи. Для этого необходимо уретроскопия с введением этого метода исследования наиболее точного из имеющихся в нашем распоряжении повседневную практику количества случаев хронической гонореи, трудноподающихся или совсем неподающихся лечению, не изведено до минимума. Лечение общее. По моим наблюдениям, бальзамические масла при хронической гонореи не производят никакого терапевтического эффекта, рекомендую назначать внутрь солол или уротропин. Разлагаясь в организме и появляясь в моче в виде карболовой кислоты и формалина, он действует бактерицидно и на микробах, появляющихся и развивающихся в моче и болезненно изменённом канале, когда моча скопляется и разлагается перед барьером из мягких инфильтраций. Таким образом, может предупреждаться вторичная инфекция. Уротропин, выделяясь в виде формалина, раздражая слизистую, поэтому он применяется лишь при отсутствии субъективных ощущений в виде жения в уретре и при наличии лишь кислой мочи, так как в щелочной моче его дезинфицирующее действие теряется в щелочной моче, да? В щелочной моче такими свойствами обладает солол, он переводит её в кислую и не раздражает слизистой уретры, но при длительном потреблении раздражает эпителий почек, что характеризуется появлением белка в моче, поэтому показано по переменам давать то солол, то уротропин, уротропин вместе их давать не следует, так как комбинация их действует лишь на кишечник, а не на мочеиспускательный тракт. Обильное питье жидкости способствует удалению секрета уретры. Минеральные воды не противопоказаны, но и нет прямых показаний к их употреблению. Строгая диета трудно проводима и назначение её мало обосновано. Лечение местное. Задачей местного лечения хронической гонореи является уничтожение инфекции, уничтожение отдельных очагов болезни и восстановление нормальной слизистой. С целью подействовать на гонококов, глубоко проникших в уретру, прибегает к длительному местному повышению температуры. С этой целью назначает больным горячие местные ванны, вводит местно тепло в виде горячих зондов, психофоров, электрических бужей, диатермии. Далее местное повышение температуры хорошо осуществляется при лечении грязями сакские и мойнакские грязи. Разнообразие патолога, анатомического субстрата хронической гонореи является причиной разнообразия терапевтических приемов. Если оставить в стороне инструментальное лечение хронической гонореи, о котором будет речь идти ниже, то наиболее действительным лечебным приемом, направленным непосредственно против самой инфекции, является инстилляция, производимая при помощи шприца гюйона. Для этого в уретру вводится полный буш с оливеобразным наконечником, через который впрыскивается в область поражения раствора азотно-кислого серебра 1,4-2% или 1,4% протаргола. Эффект инстилляции, некроз грануляции, слущивание метаплазированного эпителия и возбуждение реактивной гиперемии. Таким образом, действия жидкости не есть непосредственное воздействие на гонококе, а возбуждение местных защитительных сил организма. Поэтому центр тяжести инстилляции лежит не в концентрации раствора, а попадание его в очаг болезни. Непосредственно после инстилляции процесс обостряется, отделяемое из уретры усиливается, инстилляция повторяется после того, как больной оправился от действия предыдущей инстилляции приблизительно через 1-2-3 суток, то есть тогда, когда исчезло реактивное воспаление. Боль и жжение после инстилляции инстилляции неизбежны, но учащение мочи из каскания быть не должно, так как последний указывает на попадание части раствора на шейку пузыря. В избежание этого больной должен хорошо помочиться, необходимо убедиться в отсутствии остаточной мочи и этим достигнуть спадения шейки пузыря. Имея не только лечебное, но и провокаторное значение, инстилляция может указывать на наличие в уретре гонококовой инфекции и необходимость дальнейшей борьбы с нею. Продолжать инстилляции следует до тех пор, пока не исчезнут в отделяемой гонококе, пока реактивное отделяемое не станет слизистогнойного характера. Показания кинстилляции довольно широки и не только присутствие гнойных нитей в моче, но и более значительные клинические явления, как то кровенистые отделяемые, очищение пазы и заболевания простатической части уретры, атрофический процесс слизистой. Инстилляция обостряет вялый процесс слизистой, из хронического он переходит в подострый, тогда терапия проводится легче. Прозрачная моча при этом может снова замутиться и от усиленной продукции воспалительного секрета. Почему? Одновременно с инстилляциями следует применять промывание по Жанне, шприцом Жанне. Ввиду того, что при хронической гонореи мы имеем дело обычно со смешанной инфекцией для промывания, следует пользоваться не только раствором марганцево-кислого калия, но и растворами оксицианистой ртути 1 к 300, к 3 тысячам, к 5 тысячам, серно-кислой меди 1 к 8 тысячам, к 1 тысячам и ляпица в концентрации 1 к 2 тысячам, к 6, к 5 тысячам. При таком давлении применяется шприцом энергичнее, чем обычно, но не вызывая боли. Некоторая травматизация слизистой, наблюдающаяся, при этом здесь показано, это показано. Но это уже переход к инструментальному лечению. Инструментальное лечение хронической гонореи, мочеиспускательного канала, вызванной наличием инфильтратов, состоит в введении бужей и расширителей. Вяло текущий процесс, не прекращающийся, ни при промываниях, ни при инстилляциях, показывает введение бужей. Расширяя его ретру, мы способствуем, с одной стороны, лучшему оттоку отделяемого, введение бужей с другой стороны, по своему действию, аналогично массажу. Этот эндоуэритральный массаж вызывает активную и пассивную гиперемию слизистой, с последующим отеком и набуханием ее, причем струя выпускаемой мочи становится временно тоньше. оказывает давление на инфильтраты, уретры и вызывая гиперемию, бужирование, способствует скорейшему рассасыванию инфильтрата, повышая и в то же время путем гиперемии местную защитительную силу в очаге болезни, применение металлических бужей более рационально, чем мягких, так как последние дают слишком малую травму и вызывают слабую реакцию. Болезненных ощущений, как правило, пробужирование быть не должно или они не должны быть интенсивны. Значительная интенсивность болей при введении бужей важнейший признак, с которым надо считаться. Он свидетельствует о глубине поражения. Появление крови при бужировании не страшно уже при развившейся структуре, но при наличии гонококов нужно быть осторожным, чтобы не поранить слизистую и этим не способствовать проникновению гонококов вглубь. Действие бужа продолжается некоторое время, и после его удаления отек нормально держится 6-7 часов, следующий буж вводить следует лишь при полном исчезновении реакции, вызванной введением предыдущего бужа. Вообще же буж вводить следует не чаще, чем через день. В один сеанс вводят не больше одного-двух бужей. Буж держит от 10 до 15 минут. Калибр инструментов определяется предварительным ведением головчатых бужей, свободно проходящих головчатых буж соответствует необходимому калибру металлического бужа. При небольших мягких инфильтратах неважно и не нужно повышать калибр бужа. Цель бужирования не растяжение уретры, а вызывание реакции, а наоборот, иногда надо убавлять калибр ввиду резкой реакции отека, но или по временам необходимо контролировать состояние уретры головчатым бужем и сообразно с этим повышать калибр металлического бужа. Бужа. После введения бужа больному следует промыть уретру по жанне. Промывание при бужировании производится большой, большей частью раствором марганцево-кислого калия, но так, кроме гонококков, в этих случаях в уретре есть обычные другие микроорганизмы, надо промывать по временам оксицианистой ртути или раствором ляписа, ввиду того, что обычно эти растворы малоконцентрированы и, следовательно, малоактивны, можно применять вместо промывания инстилляции в концентрациях приблизительно равных половины обычно применяемых при инстилляциях. При наличии неглубоких инфильтративных изменений в уретре наблюдается быстрое рассасывание их и выздоровление больного. При наличии обширных поражений наблюдается обострение процесса, добившись помутнения черной порции мочи, то есть не черная, первой порции мочи, то есть обострив воспалительный процесс, следует оставить бужирование, так как провокация достигла своей цели и перейти снова к промываниям и инстилляции. По просветлении мочи единичные нити снова приступают к бужам и тогда часто моча уже не мутнеет снова, а только усиливается ее отделяемое. Бужи применяются до того момента, пока больной еще реагирует. Отделяемое усиливается после применения. При отсутствии реакции от применения бужей отказывается на 7-10 дней. За это время инфильтрат или совсем рассосется. Нет. Ах! Прошу прощения. При отсутствии реакции от применения бужей отказываются на 7-10 дней. Опять тянет. Ах! За это время инфильтрат или совсем рассосется, нет выделения или улучшится, или вернется к прежнему состоянию. В течение этого времени не должны применяться никакие спринцевания и промывания. наличие гонококов в нитях не противопоказывает введение бужа, но в острой стадии гонореи при наличии болей, при мочеиспускании и обильном отделении бужей, конечно, не применяют. Во избежание распространения инфекции с поверхности слизистой вглубь, заставляет больного перед бужированием помочиться. Так. Так. как необходимо помочиться, так как необходимо помочиться, видите, плохо напечатано, помочиться после бужирования для удаления из канала инфекции могучей быть подавленной не выделяемой железы. Это 22-й год, видите, очень плохая бумага и очень плохое качество печати. Если в результате перерыва лечения субъективные явления исчезнувшие было вновь появится, что указывает на недостаточность бывшего лечения, то инфильтрат то инфильтрат же ты посмотри, ни черта не видно, все смазано и то инфильтрат же выдавший действие бужа подлежит дальнейшему расширению кожамановским дилятатором. Дилятатором достигается расширение уретры и в два раза шире, чем бужем. Чем бужем. Вот видите, черт убрал, так прямо смазано все, стерто. вот такое качество. Чем бужем намного большего калибра, такого калибра бужей, как дилятатор, ввести нельзя благодаря узости и неподатливости наружного отвертия мочеиспускательного канала. Применяется главным образом передние дилятаторы. Передние дилятаторы прямые дилятаторы изогнутые на всему протяжению или лишь в одной задней части нерациональной прихронической гонореи, так как в задней части уретры, инфильтраты не развиваются, они применяются при некоторых расстройствах половых функций, методика применения дилятатора такова же, как и бужей. Лечение фолликулярного уретрита состоит в ванночках из горячей воды для члена, причем до и после ванночки необходимо заставить больного помочиться и этим удалить инфекцию с поверхности слизистой в массаже на переднем прямом бужи выдавливающем содержимое отдельных фолликулов, причем до и после массажа больной тоже должен помочиться наконец промывание под давлением шприцем жанне всего мочеиспускательного канала, чтобы расширить все складки слизистой, в которых открывается отверстие желез, для промывания употребляют растворы ляписа концентрации 1 к 8 тысячам до 1 к 2 тысячам и обычные растворы марганцево-кислого калия, полного исчезновения фолликулов никогда не происходит, рубцовая ткань в виде горошины всегда образуется и может быть прощупана снаружи, поэтому лечение должно происходить под контролем эндоскопа зарубцевавшийся литрит имеет вид полоски или точки воспаление литреевых желез обычно наклона к рецидивам потеряв надежду добиться излечения литрита вышеуказанным способами следует применять вакцину или лактотерапию поражение литреевых желез единственный случай хронической гонореи где эти методы лечения теоретически обоснованы полузакрытый очаг случаи хронических уретритеров при которых имеется гиперсекреция переднего отрезка уретры развиваясь в результате не только гонококовой но и вторичной инфекции сопрофитами показаны своеобразному лечению долженствующим уничтожить этот симптом для этой цели надо вводить в уретру вяжущие растворы танин висму цинк резорцин здесь надо применять спринцовку Тарновского но не давить ее но не давать ее на руки больному а вводить вяжущие растворы под малым давлением переднюю уретру осторожно впрыскивает после мочи и спускания 1% резорцин 1,4% или 1,2% танин или сернокислый цинк пропись рекора сернокислого цинка и свинца по 1 грамму дистиллированной воды 200 миллиграмм в количестве 5,8 кубических сантиметров и оставляет в уретре на 3-5 минут эффектом такого лечения является уменьшение случивания эпителия и продукции слизи ну вот такая глава вот я вам покажу почему как она напечатана вот видите вот видите вон все это смазано видите вот не все хорошо видно вот вот тут не тут вот нет вот тут вот тут вот вот тут на этой странице видите вот вот такое качество печати ну хорошо на этом я завершаю чтение глав под названием хроническая гонорея мочеиспускательного канала и гонорейный артерит и прощаюсь с вами до следующего чтения до следующего чтения вот следующее чтение из этой курса лекции будет посвящено острому простатиту тоже качество еще вакцинотерапии гоноройных заболеваний очень плохое качество и дальше пойдет физиология половой жизни это будет уже немножко интересней ну вот так вот на этом я доктор Джордж Горбатов прощаюсь с вами говорю всем спасибо особенно потенциальным слушателям этого на ролик а не знаю кто это будет скорее всего это должны быть врачи венерологи да вот или больные которые сами переболели гонореей да или трипером вот ну остальная публика она вряд ли будет это слушать да значит врачи венерологи занимающиеся лечением сложных осложненных случаев скажем так гонореи да ну и больные наверное все спасибо до свидания спасибо